Дорогие мои соотечественники, некоторые из вас побывали на премьере спектакля «За веру, надежду, любовь», который состоялся 24 июня 2023 года в Томе литераторов в Осло. Это мой дебют как автора сценария, режиссера и руководителя проекта «В одном лице». Получилось то, что получилось. Я доволен. Ну, конечно же, были свои некоторые шероховатости. А главное, я пытался сказать только то, что я сказал. И не более, и не менее. Но точно, что я не отвечаю за то, как вы это поняли. В любом случае, я жду от вас рецензии, критику, ругань, проклятие и похвалы, если таковые найдутся. Нашему коллективу очень важно ваше мнение, и мы рады любому отзыву. Не обошлось здесь и без скандалов. Их было, как минимум, два. Один с украинцами, другой с россиянами. К примеру, многих возмутил образ гостей из ближнего зарубежья, тружинцы в сфере досуга, в котором они почему-то увидели украинскую девушку. А вслед за этим, как я думаю, кто-то накрутил себе в мозгу оскорбление на национальной почве. Уверяю вас, что этого там нет. А каждый увидел лишь то, что он хотел увидеть. Нельзя обижаться на то, чего нет. Это во-первых. Во-вторых, нельзя делать скоропалительные выводы из первых десяти минут спектакля. Так же, как невозможно оценить фильм на перемотке. В обоих случаях надо просмотреть все от начала до конца и желательно несколько раз. Почему-то вспомнился мне один мой друг, который просматривал фильмы тогда еще на кассетах ВКС, буквально на пульте, перематывая кассеты, и потом говорил, что фильмы на дерьмо. Вот. К чему это, спросит дотошный зритель. Поясняю, что на третьей сцене четыре зрительницы, как я понял, это были беженки из Украины, увидели в образе Любы, в потрясающем исполнении нашей актрисы Таня Стар, украинскую проститутку и демонстративно покинули зал, бросив там несколько возмущенных фраз в адрес актеров. Уверяю вас, это не так. Люба, это собирательный образ девушки из любой из стран СНГ, которых на трассах и борделях в той же России десятки, если не сотни тысяч. Любовь в замечательном исполнении, повторюсь, Таня Стар, это образ жертвы насилия в семье на грани педофилии. Откровенного голода в детстве из-за беспросветности жизни в депрессивном районе, где нет никакой работы, предприятия, как правило, разворованы, никаких видов на будущее нет и не предвидится. Вообще. Единственный способ это уехать куда-то в большой город. И если речь идет о девушках, то для них есть большой риск встать на скользкий путь, выхода из которого может и не быть. Действительно, за основу были взяты реальные истории эскортниц из бывших стран Союза, а также не буду переписывать, а также факты преступлений этнических ОПГ и торговли людьми, коррупции и произвола, в том числе и в образе собранной судьбы узнен сексуального рабства. Разве таких девочек мало стоят по трассам городов и речь не только о России, Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане, Узбекистане. Кстати, в моем районе родном Узбекистане недавно была скандальная история, когда в одном из детских домов Хорезомской области заведующая детским домом заставляла девочек заниматься проституцией. И я уверен, что это не единственный случай. Это то, что стало известно о подобных историях по всему СНГ, ну просто через край. Никакого образа украинской проститутки в моем спектакле не было им в мысли. Вероятно, некоторых зрительниц возмутила характерный голор актрисы. Это такой этакий полусуржик в перемешку с феней. И, вероятно, это навело их на мысль об украинском следе. Повторюсь, что это не так. Сие есть плод вашего не самого адекватного воображения. Никого не возмущает причина, почему эти несчастные девушки вынуждены вести такой образ жизни. Я уверен, что многие из вас стыдливо отводят глаза, когда видят этих жриц любви. Так какие претензии ко мне? Никого не смущает, что сутенеры, наркоторговцы, похитители девушек, извращенцы, менты, либо в обнимку друг с другом, либо это, как правило, одни и те же люди, если их так вообще можно назвать людьми. Обращаясь к этим ценителям морали и достоинства, скажу так. Если вы хотите увидеть того, кто оскорбляет образ украинской девушки, для начала посмотрите в зеркало. Там вы его и увидите. не надо искать зло там, где его нет. Не надо искать врагов среди своего окружения. И не надо наживать себе врагов из тех, кто к вам симпатизирует или как минимум сочетает. Возможно, в данном случае речь идет о банальном национализме. От себя лично скажу, что для меня любой национализм омерзительный. Русский национализм, украинский национализм, узбекский национализм или норвежский. Это мерзость и непотребство для любого цивилизованного человека. Еще раз посмотрите на мою физиономию. Я прожил в Ташкенте 35 лет. И ни один узбек мне слова грубого не сказал. Насколько я дерьма хлебнул от русского ваньки. Иногда бываю в России. Это уже в перемешку с криминалом. Поэтому мне вспомнился простой пост из соцсетей в адрес так называемых украинских националистов. как по мне так все настоящие патриоты украины сейчас на передовой там в оккупах и с оружием мука защищают свою родину. А те, кто по Европе в отношении если это полобозрелые мужчины призывного возраста не больные не ранены это кто не для вас напишите пожалуйста об этом в комфортах может помогать жертвам этого безумия но и совсем не может истории почему-то по этому поводу мне вспомнился один из монологов по-моему Михаил Михайлович Жванецкого когда он рассказал что в период тотального дефицита в конце 80 он сказал своему замечанию что тот купил как сейчас сказали брендовую вещь которая по содержанию оказалась просто тряпкой за немыслимые по тем временам деньги после чего он навсегда потерял этого друга тот видители обиделся на него за то что он ему сказал правду он обиделся не на того кто продал ему это дерьмо а на него кто ему сказал правду так и в нашем случае интимный рынок есть там девушки со всех республик союза менты коррумпированные и этнические ОПГ торговцы людьми тоже есть а сказать про это не смей в противном случае на тебя набросятся правозащитники феминистки и всякие хранители ценностей менты обвиняют тебя в работе на иностранные спецслужбы а говоря о последних я говорю о ценительных ценностей нередко тебя обвиняют в расизме и ксенофобии и все заканчивается нападками и даже угрозами убийства в твой адрес а те же менты сразу становятся глухими и слепыми удобная позиция не правда ли твори любой беспредел и тебе за это ничего не будет тем более что по личному опыту скажу нередко и по странному стечению обстоятельств всяким ОПГ на помощь всегда приходят мои недавние коллеги которых я теперь называю кривозащитники потому что я не понимаю кого и от чего они защищают и такое у меня такое чувство что они руководствуются принципом чем хуже тем лучше мое мнение было остается неизменным проституция и торговля людьми имеет место быть только там где это позволено часто правоохранители бандиты это коллеги по одному бизнесу аресты и посадки это лишь так устранение конкурентов то же самое могу сказать о наркоторговцах наркотики продают там где это позволяет власти преступность процветает лишь там где общество исповедует безграничную толерантность ко всякого роду ОПГ а те в свою очередь прикрываясь лозунгами о правах человека расизме и ксенофобии творят открытый беспредел и здесь мое мнение также не меняется всякий кто причастен к наркотикам убийца и должен нести соответствующее наказание а общество не должно лебезить перед ними только потому что видите ли он представитель одной из диаспор или во время ареста он умело спекулирует на теме расизма там где его нет меня меня часто обвиняют в току-то русофобии якобы я ищу в России и все что связано с русскими только негатив что тоже есть откровенный бред вот вам реальные примеры чтобы далеко не ходить возьмем факты из моей личной жизни в норвежской столице в самом центре осло открыто продают наркотики и никто не прячется наркоторговцы никого не боятся и вообще тем самым показывают где они видали полицию вместе с законом и прочими репрессивными мерами если таковы есть в моем случае я видел как нагревшие наркоторговцы приставали даже к бабушкам с гуляющими с детьми или к кормящим мамочкам с колясками с наркотой я был возмущенный и вызову полицию те приехали не так скоро и повязали правильно меня сказали не надо дублировать действия полиции ты не правоохранительные органы наркоторговцы откровенно смеялись надо мной назвали меня идиотом и сказали что они каждый день здесь платят тулю с продажи и поэтому их никто никогда не тронет наркоторговля в Норвегии формально запрещена но не для всех видимо кто-то шепнул на ухо бандитам что им теперь все позволено я уверен что подобное безобразие есть и в Лондоне и в Париже и в Берлине и в Мадриде и в Риме и где только еще и в других городах Европы очень хотелось бы чтобы зрители в комментах написали об этом еще лучше сняли видео если таковое возможно и говоря об интимном рынке в Осло есть свои нелегальные кварталы красных фонарей и там абсолютно та же картина проституция в Норвегии запрещена по закону и наказание здесь предусмотрено не только для тех кто предлагает интим услуги но и для тех кто покупает их потому как тем самым он стимулирует всякие ОПГ попробуйте прийти туда и вызвать полицию если повезет то сутенеры вам могут на месте проломить чердак а если нет то могут убить прямо там нисходя с места и полицию не дозовешься в лучшем случае успеешь вытащить телефон это в лучшем случае все об этом знают но говорить об этом нельзя якобы ты разжигаешь расизм и ксенофобию потому как девушки и сутенеры из-за эмигрантской среды в основном но вопрос в другом мы их видим и сталкиваемся с этим безобразием каждый день но почему власти их не замечают значит это кому-то выгодно кто-то крышует и наркотики и проституцию и торговлю оружием неужели в богатой Норвегии и других странах Европы невозможно остановить это безобразие возможно если захотеть европейцы любят критиковать Россию за коррупцию во власти и произвол чиновников а вы сами то кто чем вы отличаетесь от тех кого вы критикуете почему нельзя пересажать всех наркоторговцев и тех кто за ними стоит что-то что-то мне подсказывает немудреную коррупционную схему когда преступность платит долю с продажи кому следует власти делают вид что ничего не происходит а всякие рейды полиции о которых все и так знают заранее ни к чему не приводит говоря об извращенцах то ваш покорный слуга состоит в одной нелегальной организации охотники за головами которые отлавливают педофилов в сети наркоторговцев и сдают их в интерпол это не стукачество нет и не сексовство это обычная гражданская позиция родителя что дети не должны подвергаться насилию а преступники не должны оставаться наказанными так вот большая часть продукции для извращенцев фото и видео производится в странах СНГ и привлекает туда девочек из детских домов России Беларуси Молдовы и Украины и это тоже не является секретом подумайте об этом однако что-то я отвлекся возвращаясь к теме обиженных униженных оскорбленных не хочу вдаваться в лингвистику но насколько я знаю во многих странах СНГ многие люди говорят со специфичным диалектом шоку и тагэкэд это и южные регионы России Беларусь некоторые закавказские республики и северные территории Казахстана даже у нас в Узбекистане многие говорят на непривычном для наших краев диалекте причем шоку и тагэкэд не только русскоязычные но к примеру корейцы они кстати к тому еще и окают я не уверен но это вроде бы такой дальневосточный диалект в любом случае каждый увидел в этом образе в образе этой актрисы то что хотел увидеть в авторской идее не было ничего подобного и тем более там речь не шла об оскорблении либо отвечая на вопросы таких критиков я лишь констатирую факт что вам надлежит посмотреть весь спектакль от начала до конца а вот что сказали другие украинские беженцы что были на спектакле и второе почему никого из вас не возмущает причины приведших девушек на панели ведь большая часть девушек встают на порочный путь ну явно не от хорошей жизни вас не беспокоит насилие в семье кольж мы заговорили об этнической принадлежности и у вас почему-то нет вопросов почему у вас в Украине почти легально действовала педофильская сеть производящая производившая фото и видео клубничку это не кремлевская пропаганда нет это отчеты интерпола которых трудно вообще обвинить к симпатии Путина или киеву режим в Украине открыто действовали бордели для извращенцев сначала был шок потом восторг я даже не хочу давать ссылок на эти ресурсы они по сей день доступны в сети здесь девушки на грани законности возраста даже не хочу описывать что там происходит сами ищите в любом поисковике хорошо вот еще один комментарий от зрителей россиянки кстати очень хорошо сработала команда вы молодцы ценность вашего театра воплощение тех кто говорит на русском языке важно что вы собираете людей это для понимания что мы разные но у нас есть много общего не было спектакля перерыва может быть он нужен ровно перед телефонным звонком благодарна за неоднозначность и противоречивость впечатлений со спектакля это что-то старо-свеженькое в наступившем развлекательном единомыслии далее о втором образе надежда собирательный образ рядового оппозиционера а в нашем случае это женат стану офицером отслужившего четверть века родине и сейчас выселяют на улице это и есть реальная история людей отслуживших в армии и в органах о которых государство просто кинуло пенсионеров не бросаем будем помогать ну сейчас вот выселяют а выезжать некуда просто жилья никакого нету стаж ОМОНовца Алексея Пассаженникова больше 24 лет на его счету 14 командиров в горячей точке служил бы еще но в ноябре из-за травмы комиссовали Пассаженников все ждет компенсацию по здоровью а первую пенсию принесли недели две назад зато его уже попросили на выход из служебной квартиры и занесли в черные списки на КПП 8 марта дал указание КПП номер 2 что людям которые ушли на пенсию не пропускать их автотранспорт на загрузку и разгрузку к подъезду у меня у супруги было порвано связки колено и она с костылями передвигалась до КПП чтобы я сажал на машину и возил ее в больницу 40 пенсионеров в Росгвардии семьями выселяют из казарм так они называются под документом а по сути три многоэтажки офицеры живут здесь с 2010 напротив тоже стоят дома силовиков и там жильцы еще во времена министра МВД Нургалиева успели перевезти квартиры в собственность нынешние пенсионеры ждут ответа от генерала Золотова в данном сюжете спасибо коллегам с телеканала Дождь говорится об ОМОН и о Росгвардейцах ну и с военными та же самая ситуация когда их стали выселять из служебного жилья которое обещали им приватизировать но так уж вкладывается что надежда это не только оппоненты власти но и оппозиция внутри оппозиции когда лидер оппозиционных движений заболевает одним очень опасным заболеванием идиотизм конечно же я не врач но думаю что идиотизм это опасное инфекционное вирусное заболевание передающееся воздушно-капельным путем поверьте мне на слово я знаю о чем говорю общался я с представителями известного шахматиста и олигарха беглого к ним к самим не подступиться а их помощники требовались менять денег за посредничество вконтакте с адресатором другие другие увидели в моей аватарке ну скажем на том же ютубе знак ВДВ да действительно я проходил сверхсрочную службу в составе воздушно-десантных войск и в этом не вижу ничего плохого это еще было при союзе в России я никогда не живу кроме того я не въездной в Россию по неким антисанкционным спискам или как они это называются более того если я въеду в Россию скорее всего я там буду арестован и передан в Узбекистан после чего за мою жизнь никто не даст и сухой дух мухи почему потому что если повезет я сдохну примерно через год где-нибудь на зоне под Самаркандом но вряд ли такие как я доживают до зоны просто забьют на допросе как это у нас бывает и у всех этих помощников у них сплошь шпиономания с конспирологией они с чего-то решили что я какой-то агент российских спецслужб специально внедряем их к ним для того чтобы я сам не знаю при чего пусть они да кстати если кто-то из тех кто узнал себя пусть напишет в комментах что он вам не увидел чего как я бы мог навредить вам единственный вот у них аргумент то что стоит на аматарке ВДВ никто кроме нас и это им дает повод утверждать что я агент ФСБ СВР ЧБК ХМК еще как-то там ну да ладно оставим таких примеров моей практики выше крыши когда человека используют я говорю сейчас внутри оппозиции о рядовых бойцах оппозиции о рядовых членах оппозиции когда человека используют на всю катушку а когда пчела а когда с ним случается беда то помощи не дозовешься и человека просто выбрасывают как использованный презерватив форточка по утру сколько раз я такое видел когда нормальных образованных честных и порядочных людей просто спускают в унитаз и забывают о них почти сразу после ареста редкий случай когда об этом скажут какие-то блогеры оппозиционные и хотя как я понимаю своими хилыми мозгами это в тех случаях когда речь идет о людях как расходом материала третий образ вера представитель городской элиты большого бизнеса оказавшись не в том месте и не в то время хотя я бы характеризовал ее как богатые тоже люди напомню что все действия спектакля происходит в полицейском участке куда свозят трех совершенно разных персонажей гостью из ближнего зарубежья оппозиционерку и представителя городской элиты и над ними стоит один мент и четвертый образ Сан Саныч это участковый милиционер русский в прошлом переселении из Узбекистана который рассказывает о том что в самой России плевать хотели на соотечественников и ведают нам некоторые детали отношения лидеров оппозиции к единомышленникам в любом случае жду ваши отзывы комменты и буду рад любому мнению также спектакли звучат мои барбовские песни и вообще это вот такой вот мой дебют очень-очень жду ваших комментов спасибо спасибо за субтитры за субтитры